Необычную спортивно-экологическую акцию в эти выходные провели в Рязани. Зелёный марафон объединил жителей из 42 регионов страны. Поучаствовать в забеге пришли около тысячи рязанцев. Небольшая дистанция оказалась по силам даже спортсменам-любителям. С участниками марафона пообщался Дмитрий Мелёшкин. Очередь на регистрацию участников растянулась на десятки метров. Спортивно-развлекательный забег «Зелёный марафон», организованный Сбербанком, в Рязани проходит в третий раз и обещает побить рекорд по числу участников, установленный в прошлом году. Каждый год появляются новые изюминки, появляются новые люди, приходят с детьми. Вот сегодня бегут ветераны спорта, бегут мастера спорта. Рамки этого мероприятия каждый год раздвигаются. Это наш образ жизни, который культивирует Сбербанк сегодня. Кучевые облака, так удачно затянувшие небо накануне, заслонили палящее солнце и существенно понизили температуру. В забеге участвовало более 900 человек. Короткая разминка, чтобы разогреть мышцы и на старт. Пока бегуны преодолевали дистанцию, дети развлекались в игровом городке и наблюдали за взрослыми. Не прошло и 15 минут, как на финише появился Александр Именин, самый быстрый среди мужчин. Трасса замечательная, погода тоже подфартила, как бы солнышко скрылось, было комфортно бежать. Лучшими среди девушек стали сёстры Сычевой. Татьяна Первой, за ней подтянулась любовь. Бежала слегка, масса положительных эмоций сегодня получает. Организаторы молодцы. После того, как участники и победители получили призы и подарки от организаторов марафона, все отправились на посадку цветов. Раньше сажали аллею деревьев. В этот раз в центральной клумбе гор-рощи бархатцами высадили логотип Сбербанка. Дмитрий Мелёшкин, Александр Бредихин, 200, Рязань.